Здравствуйте, уважаемые дачники и огородники! Сегодня в эфире Агрошкола и ее ведущая Галина Ремезовская. Приобретая семена или саженцы, мы стараемся отдавать предпочтение проверенным сортам, чтобы иметь гарантию хорошего урожая. Сегодня многие не решаются на эксперимент с новыми сортами и гибридами, и совершенно напрасно. Сегодня мы приехали в гости к винограду в город Снежное, Владимиру Телеге, который выращивает новые сорта винограда. Давно вы занимаетесь виноградарством? Виноградарством я так занимаюсь лет семь, а вот буквально пять лет назад появились новинки. И я увлекся и не жалею. Новинки, которые у меня плодоносят, я считаю, я не ошибся. В чем? Значит, во-первых, вкусовые качества. Намного лучше, нежели у старых сортов. Аркадия хороший сорт, но вкусовых качеств хотелось бы лучше. Новинки имеют все. Букет. Значит, крупная ягодность, крупные грозди крупные и, допустим, очень хороший вкус. Поговорим о ранних сортах. Вот из новинок в этом году хорошо себя зарекомендовала Супер Экстра. Хорошая грозь, ягода такая, грамм 12. И если она каждый год уже созревает к 25 июля, в этом году, конечно, была задержка дней на 10. Потому что все сдвинулось, буквально начиная с абрикоса и кончая виноградом, все сдвинулось на 10 дней. Вот на данное время, конечно, уже отошли такие сорта, как Первозванный, Долгожданный, Рашфор, Супер Экстра. Ну, уже заканчивается сливия. Она уже полностью созрела, она уже заканчивается. Алина Дмитриевна, из ранних сортов, которые уже отошли на данное время, урожайность была в среднем 20 килограмм. Ну, я считаю, для трехлетнего куста это нормально. Нарастет древесина, возмужает куст, будем иметь больше. Володя, все эти сорта, которые ты испытывал, оставил все себе? Или что ты отбраковал? Я немножко под сомнение взял Рашфор, вот именно по вкусовым качествам. А остальные сорта прошли из пятибалльной системы по 5 баллов. Для меня лично. Вот, все бы устраивало. Цвет, вкус, крупность грозди, ягоды и сроки созревания. Чем хороши ранние сорта? Они ушли полностью от осы. Осы и не было. То есть, созрели неповрежденными. И я считаю, что за ними будущее. А теперь, давайте я вам покажу уже средние сорта. И у меня еще поздние есть, средние-поздние. Ну, которые в нашей местности они вызревают все. Ну, а на данное время они, конечно, еще не готовы. Галина Дмитриевна, вот смотрите, вот это у меня 4-летний ряд весь. Значит, здесь, вот смотрите, водограй. Он в стадии начинающего, видите, начинает окрашиваться ягода. Немножко начала наливаться. Это все еще она будет расти. И ягода, и цвет. Лоза, вот смотрите, уже вызревает. Становится коричневой, да? Чистый, прекрасно, все. Вкусовые качества очень хорошие. Это сорт Загорулькин, мускатный. Какого числа он будет готов? Ну, в этом году тяжело сказать. А так обычно он уже где-то на 15-20 августа раньше был, уже можно было кушать. В этом году все отстает. Следующий сорт у нас идет Крайнова, сорт Атаман. Срок созревания обычно в обычные годы 15 сентября. Уже прекрасное вкусовое качество. Вот, смотрите, Галина Дмитриевна, начинает уже немножко окрашиваться ягода. Ягода крупная. Ягода очень крупная. Из цветных, самая крупная, говорят, это у Атамана. Сколько грамм? 20 грамм легко. В 2005 году он занял в Новочеркасске первое место на выставке. Этот сорт Ливия. Это сорт Загорулькин. По вкусовым качествам я считаю, один из лучших. Вот, смотрите, значит, он уже полностью на сегодня готов. Значит, на сегодняшний день здесь уже осталось несколько гроздочек. Большая часть уже срезана с этого куста. Я считаю, что сорт очень перспективный и по вкусовым, и по ранним срокам созревания. Так что рекомендую приобретать Ливию людям и высаживать. У вас очень много сортов винограда. Как вы выбираете тот или иной сорт? Значит, вот вы сегодня в гостях у меня. Вы попробовали, посмотрели. Также я приезжаю тоже к своим друзьям, товарищам. Пробуем, разговариваем, дегустацию. Его оценка, моя оценка. Что понравилось, я приобретаю. То есть на рынке, я считаю, еще, может быть, много обмана. Надо брать частных коллекций, вот так вот, с дому. Какие новые сорта вы приобрели в этом году? Не было сорта капелюшного. Как-то я обходил его стороной. Но в этом году я изменил свое мнение. Я приобрел шесть сортов капелюшного. Я считаю, Василий Ульянович сделал прорыв в своем деле. У него такие вот есть сорта, которые я посадил. Это, значит, «Атаман Павлюк», «Памяти Брауна», «Мечта Татьяны», «1-13-37». Вот перспективные еще у него в будущем я хочу приобрести. Это «ВН-7», «Румба». Ну, то есть, очень такие серьезные сорта. Вот, Галина Дмитриевна, идите сюда. Я вам покажу сорт. Он, конечно, еще немножко не готов. Это сорт «Нина». Это «Крайнова» сорт. Я считаю, очень хороший сорт. А чем он хорош? Я о нем много слышала, но вот не пробовала и не знаю на нем ничего. Хороший, я считаю, сорт «Нина». Хорошие грозди, вкусный сорт, ягода крупная. Даже в Новочеркасске «Крайнов» высказал, что его можно использовать как арочный сорт. То есть, хорошая зимостойкость у него. Значит, наши телезрители могут взять на заметку, что этот сорт идет как арочный. Ну да. Многие ищут эти сорта, они могут найти. Спасибо за подсказку. На этом участке у меня вот еще здесь растут сорта «Крайнова», но поздние. Вот это будет «Благовест», «Богатяновский», «Антоний Великий», «Анюта». Это все сорта «Крайнова», очень перспективные, но они еще будут позже. В этом году, конечно, начало сентября. Сорта очень хорошие, очень крупная ягода у «Богатяновского» до 20 грамм. Красивый цвет. «Анюта», «Мускат», «Розовый». Ну, считаю, очень перспективный сорт, но поздний. Галина Дмитриевна, значит, эти сорта мы можем с вами попробовать в начале сентября. Проезжайте, посмотрите. А сейчас мы можем посмотреть на данное время вот еще день, два, три, но уже попробовать можно. Это будет сорт «София» Загорулькин. Вот давайте его продегустируем. А ну вот попробуйте, Галина Дмитриевна. Сочная какая, она сочнее всех. Оказалось, сладко очень. И я смотрю, косточек нет, да? Да, но косточка есть мало. Мало, вот одна она большая. Вот смотрите, одна большая всему. Прекрасный, очень сочный. Еще немножко надо ему повисеть, набрать мускатика. Володя, у вас очень много и розовых, и белых сортов. Какой вы из них предпочитаете больше? Ну, я как-то предпочтение не отдавал там цвету. Я вот, в первую очередь, оставлю вкусовые качества все-таки. Вот если он вкусный, пусть он будет даже из желтого цвета. Ну, лишь бы он был в хорошем вкусе, хорошая была крупноплотность, грозди. Вот это, я считаю, на первом месте. Ну, и нельзя выкидывать, конечно, устойчивость к заболеваниям. Потому что, если устойчивости нет, это уже проблема. Смотрите, из белых сортов, вот долгожданный. Он, я считаю, и хорошая гроздь, и устойчивость, и хорошая ягода. Так что, при полном созревании он становится янтарного цвета, очень красивого. Необычная форма такая, вот, его так и говорят, крыжовниковый. Это сорт Прометей, сорт Загорулькин. Ну, он берет довольно очень хорошие вкусовые качества. И я его оставляю себе. Приобретая новые сорта винограда, обращаете ли вы внимание на цену? Ну, ценовая политика, конечно, на виноградных, вот, сейчас на виноградном рынке высокая, на новинке. Ну, если я его попробовал, и он мне очень понравился, и сорт перспективный, то можно купить несколько почек. Он себя оправдывает, потому что, ну, все-таки, вот, я уже несколько сортов старых выкорчевал. Ну, а эти все вот новинки, я думаю, что они задержатся уже, то есть уже не придется мне их корчевать. То есть купил раз и, дай бог, чтоб он рос. Служил вам до конца вашей жизни и вашим детям. Да, да, да. Володя, а вы отказались полностью от старых сортов? Или еще у вас остались старые сорта? Нет, у меня есть старые сорта, которые я еще сажал, допустим, и шесть лет назад. Вот они у меня на другом участке. Вот давайте пройдемте туда и вы посмотрите. Вот на этом участке, Галина Дмитриевна, у меня росли старые сорта. Это из-за финал, сажал еще в те времена, когда, ну, только-только начинались они. Вот это подарок Запорожью. Ну, неплохой сорт, крупная ягода, крупная рост. Единственный у него недостаток, он немножко горошит и добавить ему бы вкусовых качеств. И он бы был хороший сорт. Ну, а так, тут уже на любителя. Когда-то, может, я его уберу. Со старых сортов, вот у меня на участке еще осталась лора. И вот, можно ее глянуть, она белого цвета. Вкусовые качества у нее хорошие. Она, может быть, будет как долгожитель. То есть я с ней прощаться пока не собираюсь. И такой сорт всем известный, кадрянка. Это синий сорт. Тоже пока он у меня остается на винограднике. Вот мне интересно, чем кадрянка покорила ваше сердце? Кадрянка сорт, я считаю, во-первых, трудяга. Нагрузку хорошо волокет, понимаете. Хорошо, красивая ягода. Хорошая гроздь. У нее иногда есть небольшой недостаток, горошит. Ну, с ним можно как-то бороться. Вот бывает хороший, если рядом растет хороший опылитель, опыляется прекрасно. Так что пока, я считаю, ее можно выращивать на виноградниках. Она устойчивая к заболеваниям? Она очень устойчивая, да. Это молдавская селекция, вообще это, я считаю, довольно устойчивая. А устойчивая старая сорта к заболеваниям? Ну, вот эти вот сорта, которые я оставил на своем участке, это вот кадрянка, лора, подарок Запорожью. Они устойчивые, сильно рослые. Ну, у них остатков мало. Это хорошая сорта. То есть нельзя все крушить и ломать. Можно что-то и оставлять. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и заканчивая вот так вот, мы посмотрели виноградник, вы сравнили новые сорта, старые сорта. Ну, я считаю, старые тоже хороши, но надо жить в ногу со временем. То есть все-таки новинки, я считаю, они берут свое, они более перспективные. И я думаю, надо смотреть в эту сторону. Я надеюсь, что посмотрев эту передачу, вы будете выращивать самые лучшие новые сорта. До свидания, уважаемые телезрители. Смотрите. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok